Проекты жилых домов, образовательных и социальных учреждений, предприятий и научных комплексов. Дипломные работы представили на суд аттестационной комиссии будущие архитекторы. Конструкция для данных зданий была выбрана следующая. Фундаменты были выбраны слайдом. Два года кропотливой работы, за которой Екатерина Мильченко обошла все экологические лаборатории города, продумывала инженерные решения и корректировала чертежи, чтобы представить на защиту проект уникальной экологической лаборатории. В нашем городе очень мало люди знают об экологии, много информации закрыто. Поэтому простому человеку прийти и узнать, сколько у нас тяжелых металлов в воздухе, очень сложно. Поэтому я хочу, чтобы этот центр был действительно открытый для всех. Из оригинальных задумок проекта – плавучие лаборатории, которые будут собирать пробы воды на разных участках Урала. Не только мониторинг, но и наука. Центр по задумке автора должен решать две проблемы – отслеживать экологическую ситуацию в городе и готовить квалифицированных экологов. Социально направленные проекты – то, чем отличается работа студентов на протяжении долгих лет работы кафедры архитектуры, говорит ее доцент и руководитель дипломного проекта Екатерины Юрий Барышников. Экология – это то больное место, которое будет нас занимать все время. Студентка решила проанализировать, что делается именно в нашем городе, который имеет металлургический комбинат, входящий в сотни крупнейших предприятий и стрелительных компаний мира. И постаралась объединить все те, кстати, сооружения, учреждения, здания, которые занимаются вопросами экологии. И создать центр, который не только мониторит ситуацию экологическую в нашем городе и на комбинате, но и собирает все средни из других городов. Из десяти студентов, поступивших шесть лет назад, на защиту дипломной работы вышли восемь будущих специалистов. Кафедра архитектуры МГТУ готовит штучный товар. При проектировании дипломных работ будущие архитекторы ориентируются на потребности города. Это в основном общественные, жилые и производственные, промышленные здания какие-то городские. То, что мы считаем, то, что город считает актуальным для дальнейшего развития. Это и агропромышленность, это и легкая промышленность. Реализовать можно все при наличии желаний, финансовых возможностей. Для Магнитогорска их, конечно, надо чуть-чуть еще упростить, так скажем, в плане форм, материалов. Финальный шаг на пути к заветной квалификации архитектор сделан. И это их первый шаг в профессиональной деятельности. Впереди новые горизонты и проекты на благо города.